Я надеюсь, что прямо сейчас мы сможем поговорить с лидером либерально-демократической партии Владимиром Жириновским. Владимир Вольфович, здравствуйте. Добрый день. Слушайте, вы говорите, что проблемы сегодняшних челябинских событий не на небе, а где-то здесь, на земле. Кто виноват? Конечно. Хватит по всей стране детские сказки нам рассказывать. Тоже мне еще. А еще Баженовы появились уральские сказки. Метеорит рассыпался, астероид летит мимо, значит, около земли. А что он не падает в Америке? В Африке, в Азии. Владимир Вольфович, говорят ученые, что якобы подобного рода метеориты падают два раза в год, ну, где-то в Азии, где-то в Африке, чаще всего в Антарктиде. Я вам говорю, в данном случае это американцы в очередной раз по нам нанесли удар легкий. И в понедельник Джон Керри долго искал Лаврова, и три дня Лавров на связь не выходил. Впервые такое, когда наш министр инстанционных дел не желает разговаривать с госсекретарем. Это лишний косвенный показатель, что мы знаем об этой авантюре их. Уже медицинская помощь 725 пострадавших. Это что такое вообще? То есть это все в чистом виде космическое оружие. Они боятся нанести по нам такой окончательно разрушительный удар, сместив все города, заводы. Потому что мы можем ответить им с подводных лотов, которые по всему мировому океану курсируют, взорвать ядерные фугасы, заложенные нами при советской власти шельф всего восточного побережья Америки, и от нее ничего не останется. Поэтому они хулиганят. Вот так будет периодически. Владимир Вольфович, если бы у нас было море рядом с Челябинском, они бы цунами устроили. Владимир Вольфович, на чем основаны ваши предположения? На том, что метеориты так не падают. И это периодически происходит в отношении только нашей страны. И Джон Керри в понедельник хотел еще позвонить, предупредить Лаврова, что это случится в пятницу узором. Но Лавров, зная об этом по данным ГРУ, обиделся и не стал с ним разговаривать. Потому что они хорошо нас не ставят. Просыпают нас космическим мусором. Тогда почему теперь Лавров не реагирует? А что делать уже все? Все совершилось. Все уже. Когда две башни разорвались, я предлагал в Кремле занять нейтральную позицию. Никакой солидарности с Бушем. Проявить солидарность с мусульманскими народами. А мы Бушу посвекланица. Вот Буша расстрелял и Афганистан, и все остальное. Так и сейчас опять. Сейчас уже жестче. Сейчас уже никто Бараку Абаме не звонит. И с Джоном Керри вообще не разговаривают наши. Поэтому мы ответный удар унесем. Владимир Вольфович, скажите, пожалуйста, а что будет сегодня утром и ближайшей ночью? Видите, ждут, что большой астероид будет пролетать мимо Земли. Или это несвязанные вещи? Это профанация. Это детские сказки. Ребята, вот будет астероид, оденьте черные там очки, давайте там телескоп. Смотрите, где-то там светящая точка пролетит там за десятки тысяч километров. Это обмануть всех людей. Это все космическое оружие. И никаких астероидов. И никаких метеоритных дождей. Радиационный фон в норме. Что, вы хотите, чтобы ядерное оружие, что ли, применили? Да дурацкие сообщения. А подстанавших, пожалуйста, сотни и сотни людей. Но подождите, Владимир Владимирович, все-таки вот а ученые, когда нам говорят, что, например, то, что упало сегодня, это сходно с болидом, упавшим 10 лет назад на севере Иркутской области. Там тоже было космическое оружие? Ученые говорят о возможных вариантах. По цунами, по смерти, что-то упало, что-то взорвалось. Чернобыльское землетрясение, Индонезия. Это они дают оценку тому, что произошло. Пусть они дадут оценку, что будет. Если случится, мы им дадим награды. Герои России. А что объясняют, что упало там что-то? Это все. Извините уже, он Ту-204 упал. Видите ли, они там приборы им не показали. Слишком быстро сблизились они с землей. Ну и что хорошего, самолет-то разбился. После этого начинают объяснять нам. Вы до аварии с самолетом дайте нам предупредительные сигналы. То есть здесь до падения космического мусора нас предупредите, что идет мусор космический, падение в районе Челябинской области. А когда все упало, он начинает нам рассказывать сказки. Ну вот смотрите, теперь, когда это все произошло, чего ждать от правительства? Ждать усиления космической противоракетной обороны. Запустить немедленно все спутники, которые позволяют засекать все движения любых тел космических в сторону Российской Федерации. Закрыть небо над Россией. Наглухо. Как железный занавес был при Сталине. Это сухопутная граница. А в космосе все повесить на замок. Жесткий замок. Чтобы никто не при ней, ничего не могло полететь. Мы в состоянии расстрелять все эти астероиды за десятки тысяч километров от Челябинской области. Почему мы не нанесли удар по ним? Почему мы их в пыль не превратили в космическую? Почему мы их не перенаправили в другие места планеты Земля? Чего мы начинаем заниматься трупами? Столько пострадавших, столько разбитых, столько сгорело. Это детский лепет, сказки. Владимир Вольфович, насколько ваши взгляды разделяет, ну, к примеру, вице-премьер Рогозин, которому разрабатывать все меры для дальнейшей... Чтобы разрабатывать все меры, нужно быть инженером, конструктором. Он журналист, как и вы. Журналисты должны описывать события. А техникой занимаются технарии. Гуманитария, гуманитарными, так сказать, проблемами. Что он журналист будет делать? Он ничего не знает. Он что, разбирается что-то такое в ракетах, в противоракетных установках, подводные корабли? Он журналист, выпускник журфака. Как это можно сейчас? Он будет заниматься. Нужно новые Курчатовые. Новые Королевы нужны. Новые Циолковские нужны. Но когда вы это говорите, вы говорите это как инженер-ракетчик, или вы уже посоветовались с людьми? Я говорю так, как думают наши специалисты, но им голоса не дают. Их не слушают. Все наши почтовые ящики, все наши инженеры космических конструкций, им слова не дают, потому что они на закрытой работе. И это правильно. Но иногда я с ними встречаюсь. И тогда они сюда приходят. И они мне сказали, надо повесить еще 30 спутников, и мы закроем всю нашу страну. К нам ничто не сможет пролететь. Мы это сделали? Нет. Они падают. И ракеты не доносят спутники. Глоба нас завалили систему. Я понял вас. Владимир Владимирович, ответьте 809-му, а смерч в Соединенных Штатах Америки, это наше оружие, в свою очередь? Это испытывают американцы. Они испытывают для того, чтобы направить смерч против Европы. Но Европа союзник. Как только они смогут сделать смерч, который пройдет мимо Севера Европы и по Балтийскому морю ударит по Петербургу, они обязательно это сделают. Обязательно. То же самое по Новороссийску и Шочи. А пока у них нет возможности, смерч охватывает слишком большое пространство. И трудноуправляемый он вызывает внутреннюю реакцию в Мировом океане, в Атлантическом и в Тихом. Вот поэтому им выгоднее заниматься космической войной против нас и засыпать нас космическим мусором сверху. Тогда 404-му ответит. То есть это не конец света? Нет, конечно. Нет. Слава Богу, американцы трусливые. Они боятся нанести по нам смертельный удар, потому что получат ответный. И вот так они будут хулиганить весь 21-й век. И 385-й наш слушатель спрашивает, Владимир Владимирович, вы все это серьезно говорите? Абсолютно серьезно. Абсолютно серьезно. И вы должны понимать. Посмотрите, какое смурное лицо у Барата Обамы. Посмотрите, не могут назначить министра обороны США. Потому что американцы требуют назначить более жесткого, более милитариста своим духом. А он немножко такой, как бы за мир выступает. То есть я это все говорю на основе анализа событий, происходящих в стране, и мнения тех технических специалистов, русских инженеров-конструкторов, которым слова не дают, потому что они работают на закрытых предприятиях. Спасибо. Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский был с нами на прямой связи.